Всем привет, друзья! Продолжаем нашу еженедельную новостную рубрику. Сегодня я поделюсь с вами последними событиями, которые произошли в Китае на прошлой неделе. И начну я с новости про зимние Олимпийские игры, которые планируют провести в Китае. Вашингтон официально объявил дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр. Администрация Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Пекине. К такому бойкоту также присоединились Австралия, Канада и Япония. Вашингтон в качестве причины называет притеснение мусульманского народа в Синьцзян-Игурском районе и называет это геноцидом. Китай же, в свою очередь, угрожает контрмерами за такой бойкот. Хорошие новости для компании Алипаба. Ее акции показали стремительный рост с момента ее листинга в Гонконге в 2019 году. 7 декабря акции гиганты электронной коммерции подскочили на 12%. Народный банк Китая объявил, что на следующей неделе снизят норму обязательных резервов для большинства банков, освободив при этом более 1 триллиона юаней. Этот шаг выражает обеспокоенность властей по поводу экономического роста и может означать смягчение и прекращение репрессий по отношению к этой компании. Санкции Пекина в технологическом секторе были нацелены на сферу монополистической практики и безопасности хранения данных. А вот у кого дела идут не так хорошо, как у Либабы, это у китайского девелопера и застройщика компании Evergrande. Эта компания больше не может обслуживать выплаты процентов по облигациям. Некоторые иностранные кредиторы не получили выплат по процентам после окончания 30-дневной отсрочки 6 декабря. Компания обязана выплатить проценты на сумму более чем 80 миллионов долларов. Правительство Гуандуна направило команду чиновников для решения данной проблемы. Ранее также сообщалось, что Evergrande планирует активно взаимодействовать с офшорными кредиторами по вопросу реструктуризации обязательств. Китай планирует удвоить к 2035 году численность среднего класса. С нынешних 400 миллионов до 800 миллионов человек. С таким прогнозом выступил член правления Международного финансового форума Хуан Цефань. По его словам, с расширением численности среднего класса КНР будет больше полагаться в экономическом развитии на внутренний рынок и все меньше на внешнюю торговлю. В минувшем году на диалоге руководителей промышленно-торговых кругов в рамках азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества представитель КНР Си Цзиньпинь напомнил, что Китай с момента глобального экономического кризиса 2008 года более чем вдвое повысил вклад внутреннего потребления в рост ВВП. Соотношение объема внешней торговли к национальному ВВП в КНР упало 67% до 32% в 2019 году. По итогам 2020 года этот показатель сократился до 31%, напоминает Хуан Цефань. Китайская пилотируемая высадка на Луну может быть реализована до 2030 года. С таким заявлением выступил главный конструктор первого лунного зонда КНР. По его словам, освоение космоса — это не только вопрос науки, но и важная веха, определяющая будущее страны. Государства, которые могут стать лидерами в космических исследованиях, обладают передовыми технологиями в различных областях. Следующей целью Китая в изучении космоса после Луны и Марса может стать полет на астероид. Ранее также сообщалось, что китайский зонд доставил на Землю самые молодые образцы лунной породы в истории. Это первый случай сбора образцов с поверхности спутника Земли после 1976 года. Очередные посадки коррупционеров. В КНР по подозрению в коррупции арестовали бывшего замглаву местного совещательного органа. Верховная народная прокуратура КНР арестовала бывшего заместителя председателя народного политического консультативного совета провинции Цзянси. Прокуратура подозревает его в превышении служебных полномочий. Китай стал рекордсменом по количеству заключенных журналистов в 2021 году. Такую информацию предоставил Комитет защиты журналистов. На данный момент за решеткой в этой стране находится 50 представителей данной профессии. За Китаем по показателям следует Мьянма, где по сражу заключены 26 человек. Затем Египет 25 журналистов, Вьетнам 23 и Беларусь 19. Впервые в статистике упоминаются журналисты, которые сидят в гонконгской тюрьме, включая основателя Apple Daily Джимми Лая. Организация также отмечает, что число арестованных журналистов достигло рекордного уровня по миру в текущем году. За решеткой оказалось 293 журналиста. На юге Китая заявили об острой нехватке воды из-за сильнейшей засухи за последние годы. Такую информацию публиковало Управление водного хозяйства провинции Гуандун. Более 90% питьевой воды поступает из реки Дуньцзян, но уже два года подряд она страдает от непрерывных засух. Объем водоснабжения в городе остается высоким. Ожидается, что в текущем году показатель достигнет около 2 миллиардов кубометров, что на 150 миллионов превышает аналогичные цифры 2020 года. Местные власти также призывают граждан экономить воду. Чтобы решить проблему, Шинчжэнь оптимизирует график подачи воды, а также сократит потребление воды для зеленых насаждений. Китайские ученые использовали искусственный интеллект для создания нового оружия. Они разработали пушку Гаусса размером с пистолет, которая является самой маленькой и самой мощной в своем роде. Созданием опытного образца занимался профессор Чжан Сяо и его команда из военно-морского инженерного университета в Ухане. Оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров и три катушки с батарейками питания, которые генерируют электромагнитное поле. Кинетическая энергия пули может достигать почти 150 джоулей, что более чем в два раза превышает показатель для смертельного выстрела. Специалисты заявили, что достичь такого уровня было бы невозможно без использования искусственного интеллекта. Продолжая тему новых изобретений, в Китае придумывали прыгающего мягкого робота, способного быстро менять направление своего движения. Его размер составляет 6 сантиметров, вес чуть больше одного грамма. Робот не имеет ног, но может прыгать на высоту, превышающую его размер в 7 раз, а также преодолевать расстояние в 6 раз больше длины своего корпуса за секунду. Ну и заканчивая наш новостной выпуск, расскажу вам про последнюю коронавирусную сводку по Китаю. Как сообщает правительство, по данным за 9 декабря в материковом Китае выявлено 37 новых случаев в 5 регионах. В автономном районе внутренняя Монголия, провинции Жидян, провинция Юнань, провинция Хэлудзян и провинция Шанси. Это были все интересные новости, которыми я решил с вами поделиться. Обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, что вы вообще думаете и увидимся с вами в следующих видео. Продолжение следует...